В эфире Народного телевидения «Хибины» программа «Опасно для жизни», в которой мы, как обычно, рассказываем вам о самых резонансных преступлениях и происшествиях минувшей недели. С вами Михаил Олисеев. Здравствуйте. На минувшей неделе в Апатитском районе на трассе Кола случилось резонансное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись два автомобиля. Авария случилась на 1225-м километре трассы Кола, недалеко от поворота на Апатиты. В автомобиль Ниссан Тиида, двигавшийся на юг, на большой скорости врезалась вылетевшая из полосы встречного движения «Акура». Первыми к месту происшествия прибыли медики скорой помощи и сотрудники аварийно-спасательной службы при администрации Апатитов. На момент прибытия, значит, витальные функции, ну, жизненные показатели у него отсутствовали, мужчина находил, она, значит, его придавила. Нам пришлось ее сдвигать, чтобы вынуть его. Мужчина был без сознания, значит, дыхание сбивчивое, неровное, значит, на первый взгляд, значит, повреждения правой ноги и правой руки очень серьезные. Из грудной клетки, да, соответственно. В Ниссане ехала супружеская пара из Мурманска, обоим по 69 лет. От травм, несовместимых с жизнью, женщина погибла сразу же после удара. Ее мужу первую медицинскую помощь оказал отставной военный хирург из Мурманска, направлявшийся в отпуск. Пожилого водителя удалось доставить до больницы живым. Врачи долго боролись за его жизнь, но спустя несколько суток мужчина скончался. По расположению автомобиля на проезжей части хорошо видно, что Ниссан в момент удара находился в своей полосе. Водитель Акура, отделавшийся незначительными телесными повреждениями, заявил инспекторам ГИБДД, что он тоже двигался в своей полосе, затем начал обгонять фуру, а после этого произошло столкновение. Очевидцы утверждают, что незадолго до аварии Акура неслась по трассе на очень большой скорости, не менее 160 км в час. Резонансное происшествие в Апатитской разливайке на улице Космонавтов вновь прославило наш город на всю страну. Неадекватный посетитель рюмочной избил девушку-бармена. Как все происходило, хорошо видно на записи сделанной системой видеонаблюдения. Утром 24 августа агрессор сначала зашел за стойку бара, нанес там девушке несколько ударов, вытащил ее из за стойки и продолжил экзекуцию. В этот момент в распивочную попытался зайти посетитель, но настойчивый гость вытолкал его в зашей, после чего вернулся в зал. Затем его задержал прибывший по сигналу тревоги патруль Росгвардии. Пресс-служба регионального ОМВД уже распространила по этому поводу комментарии, в котором отмечается, что потерпевшая не получила серьезных телесных повреждений. Медицинскую помощь ей оказали амбулаторно. 35-летний мужчина, ранее уже привлекавшийся к ответственности за хулиганство, задержан. Уж не знаю, обрадует наших зрителей эта новость или огорчит, но факт остается фактом. Люди, которые совершили или совершат уголовные преступления, поедут на следственные действия по-новому, с комфортом. В межмуниципальном отделе МВД России Апатитской появился новый конвойный автомобиль. Одно четырехместное купе, три одноместных камеры, место для служебной собаки и сидение, на котором размещаются двое конвойных. Это новый современный спецавтомобиль на базе «Газели», недавно поступивший на вооружение нашей полиции. По сравнению с УАЗом «Буханкой», на который подследственных возили раньше, машина, конечно, производит впечатление. В этом году мы получили новый автомобиль «Газель» «Некст» с кондиционером для задержанных подозреваемых. Можно открыть, так сотреть. Удобством для них стали камеры побольше, шире, вместительнее, освещение лучше. Две печки, кондиционер, пожарная сигнализация, система видеонаблюдения. Это далеко не полный перечень достижений и удобств нового автозака. В нем предусмотрена даже система пожаротушения. Если старший конвой увидит на экране видеорегистратора, что в салоне что-то загорелось, он сможет залить огонь нажатием одной кнопки. Ход мягкий, идет хорошо, так отзываются о новинке сотрудники конвойного подразделения. Впрочем, мы, конечно же, желаем нашим зрителям никогда не испытать мягкости хода этого автомобиля в качестве пассажира. И на сегодня у меня все. Очередной выпуск программы «Опасно для жизни» подошел к концу. Ищите нас в эфире Народного телевидения «Хибина». Оставайтесь с нами и берегите себя. Оставайтесь с нами и берегите себя.